Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и трагические новости о семье певицы Кристины Арбакайте. Команда Никиты Михалкова продолжает борьбу за улучшение социального уровня жизни россиян, в частности пенсионеров по возрасту, людей старой советской закалки, которые заслужили счастливую жизнь в почтенном возрасте. Накануне члены антикоррупционного комитета актер Александр Домогаров, певец Михаил Мурмов и актрисы Мария Шукшина и Ирина Муравьева выдвинули важное предложение по улучшению уровня жизни жителей России и пенсионеров по возрасту. В частности, сотрудники антикоррупционного комитета предложили уменьшить стоимость жилищно-коммунальных услуг на 50% для всех жителей Российской Федерации, а для пенсионеров по возрасту и вовсе сделать данные услуги полностью бесплатными. Помимо этого, лично глава антикоррупционного комитета Никита Сергеевич Михалков заявил, что организация будет добиваться того, чтобы всем пенсионерам по возрасту ежегодно выделялось не менее 150 тысяч рублей для проведения планового ремонта в квартирах. Руководство Организации по борьбе с преступностью и коррупцией в лице Никиты Михалкова, Александра Домогарова, Андрея Белоусова и товарища Бастрыкина считают, что эти меры должны хоть в какой-то степени поддержать пенсионеров Российской Федерации. Пресс-служба антикоррупционного комитета в лице актрис Веры Алентовой и Анастасии Вертинской сообщает печальные новости о сыне Кристины Арбакайта и Руслана Байсарова Дэнни Байсарове. Зрители с большим стажем могут помнить, что отважный молодой человек Дэнни Байсаров, который еще более года назад спас свою родную сестру Клаву от верной гибели, стал донором для нее и отдал ей свою почку, уже длительное время находился в критическом состоянии, а именно то в реанимации, то в состоянии комы. За время нахождения в коме у молодого человека значительно ухудшилось здоровье и он перенес много операций и испытаний. Только за последний год Дэнни Байсаров перенес несколько операций по удалению злокачественной опухоли. Молодой человек перенес инфаркт и инсульт, и у него появились серьезные проблемы с нижними конечностями, по той причине, что Дэнни Байсаров долгое время находился в лежачем состоянии. Три месяца назад в связи с безнадежностью ситуации шефство над Дэнни Байсаровым взяли сотрудники антикоррупционного комитета. Лично Никита Сергеевич Михалков надеялся, что молодого человека можно спасти и поставить на ноги. Однако два дня назад произошло чрезвычайное событие. Дэнни Байсарова перевозили на самолете на Алтай в лечебный санаторий для срочной операции. И во время транспортировки Дэнни Байсарова из самолета произошла трагедия. Из-за длительного нахождения в состоянии комы в лежачем положении и, возможно, из-за транспортировки на самолете у Дэнни Байсарова оторвался тромб на правой ноге. Мгновенную смерть молодого человека удалось предотвратить благодаря усилиям врачей. Однако на данный момент счет жизни Дэнни Байсарова идет буквально на часы. Стало известно, что в связи с колоссальной семейной драмой к месту происшествия прибыл отец Дэнни Байсарова, член антикоррупционного комитета Руслан Байсаров. Помимо этого, в связи с чрезвычайной ситуацией на территорию России впустили и Кристину Арбакайте, которая также сейчас находится на месте происшествия. По мнению лечащих врачей, возможно, это последняя встреча Кристины Арбакайте со своим сыном, так как положение Дэнни Байсарова на данный момент безнадежно. По мнению российской общественности, певица Кристина Арбакайте чувствует свою вину перед сыном, так как за время болезни Дэнни Байсарова она не уделяла ему должного внимания. Надо отметить, что в семье Кристины Арбакайте на данный момент есть еще одна трагедия. Супруг певицы Михаил Зимцов и ее дочь Клава находятся на данный момент в реанимации в городе Майами. В результате разбойного нападения, которое произошло несколько недель назад на дом певицы, они оказались в тяжелом состоянии. Крайне тяжелым выдался текущий год и для члена антикоррупционного комитета Руслана Байсарова. Помимо трагедии со своим сыном Дэнни, за этот год он потерял свою мать и молодую супругу. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Сегодня утром сотрудники антикоррупционного комитета совместно с органами полиции в московском аэропорту Шереметьева задержали экс-замглавы Министерства обороны Российской Федерации Татьяну Шевцову. По данным следствия, 52-летняя женщина собиралась незаконно покинуть территорию Российской Федерации и вылететь частным бортом, предположительно, во Францию. Однако преступным замыслам Татьяны Шевцовой не удалось сбыться. По всей вероятности, в скором времени она окажется в следственном изоляторе города Москвы за многочисленные правонарушения, среди которых получение крупных денежных взяток, незаконные финансовые операции и многие другие. Благодаря усилиям антикоррупционного комитета у участников известной музыкальной группы «Би-2» были арестованы и конфискованы все финансовые счета на территории России и ближнего зарубежья, а это примерно 11,5 миллионов долларов. Известный советский и российский певец Александр Николаевич Серов оказался участником крупного криминального скандала. Александр Николаевич был задержан прошлым вечером в аэропорту Санкт-Петербурга. У известного певца на таможне была обнаружена незарегистрированная крупная сумма в иностранной валюте в евро и долларах – примерно 300 тысяч. Трагические новости поступили из страны Индонезия. Артистка местного театра Юань Сулавеси стала жертвой нападения гигантского питона. 52-летняя женщина возвращалась вечером с репетиции домой через джунгли, где и произошла трагедия. Супруг актрисы забил тревогу, когда его жена утром не появилась дома и отправился в джунгли на поиски супруги. Буквально в 200 метров от дома он обнаружил остатки одежды своей супруги, а чуть дальше и гигантского питона, который был необычно больших размеров с раздутым животом. Сегодня день рождения празднует российская актриса театра и кино, главная героиня сериала «Кармелита» – актриса Юлия Зимина. Юлией Зиминой исполняется 43 года. Известная российская певица и участница телепроекта «Фабрика звезд» Юлия Савичева получила тяжелую травму на музыкальные репетиции. 37-летняя певица неудачно упала и получила перелом правой ноги. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий. Продолжение следует...